Как грузовой, так и пассажирский. Многокилометровые пробки и долгие часы ожидания – это привычная для этого пограничного поста картина. Представители антикоррупционной службы региона считают главными причинами плохой работы поста слабый интернет, старую оргтехнику и отсутствие элементарных условий для работы. В одном из рейдов с антикоррупционной службой побывала наш корреспондент Батагос Базарбаева. Мы находимся на нейтральной территории между Западно-Казахстанской и Самарской областями. Полтора километра дороги между постами Сырым и Маштакова. После снятия карантина нагрузка на трассу Самара-Шимкент увеличилась в сутки. Здесь проходит до полутора тысяч грузовых автомобилей. Ну и, конечно же, не обходится без проблем. В чем их причина, мы попытаемся разобраться сегодня. Водители фур говорят об отсутствии туалетов, столовой, но самой главной проблемой для них остаются пробки на посту. Ждать иногда приходится десятки часов. Одни идут, например, 5-10 СМР, 5-6 загрузок. Вот и стоим из-за них. Вот если ДГДшников не хватает, их побольше сюда бы, вот тогда бы было хорошо бы. Их всего двое, а машин-то много. Два человека все оформляют документы, которые, вот эту налоговую инспекцию, собирается много машин. Да иногда бывает по 18 часов стоим. Служба экспортного контроля проверяет документы нагрузы. Сейчас на посту на двух сотрудников стало больше. После многих жалоб на многочасовые ожидания. Но условия работы остались те же. Здесь не зависает или портали. Поэтому ребята говорят, чтобы БИН или ИН казахстанского получателя уточнить, мы используем личные симки. Насколько это верно? Сим-карта российские пользуются. Но не только это для целей, а именно в работе. Мы требования такого нету. Иногда нам оперативный связь необходима. В этом случае пользуются работ в целях. Чтобы достоверные, полные информации оперативно донести, они пользуются. Но хотя все расходы компенсируются в размере каждого сутка. 8300 на каждого специалиста, который за смену. Бывает, что контроль на границе останавливается из-за элементарного замыкания в системе электроснабжения. Туалет в нейтральной полосе в полукилометре. Вода привозная. Одна из них проблем – дизель-генератор на сегодняшний день не работает. Так как электрическая линия подведена через поселок Погодаево. Соответственно, если в этом населенном пункте какие-то будут замыкания, или какие-то аварийные ситуации будут, в этом случае на пункт пропуска света отключается. Дизель-генератор не работает, у нас полное замораживание будет. Сегодня пробок нет. Дальнобойщик с 35-летним стажем Николай Пастухов смог пройти контроль буквально за 15 минут. Сегодня никого нету. Пусто. Сколько потратили? Да не знаю, минут 10-15 сейчас потратим всего. Так часто? Очень редко. После выходных, когда с Россией машин нет. Уже есть продвижки. Увеличили штат с 4 до 6 сотрудников. Успели поменять некоторую оргтехнику, что уже помогает ускорять процесс проверки документов водителей. Я бы на месте руководителя департамента госдоходов до приезда нас была бы здесь. В чем причина? Почему? Что мешает работе его подчиненным? Понимаете? И эти вопросы он должен был решать без уже обращения на это недостатки внимания со стороны общественности. Потому что человек выполняет должность своей прямой обязанности, за которую он получает, между прочим, зарплату от государства. Обновление оргтехники, введение электронной очереди на посту, обеспечение интернет-покрытия должны стать задачами на ближайшее будущее. Между тем, нагрузка на пост только растет. Закрыт пост Чиган в Оренбургскую область. К постам на севере страны не лучшие дороги. К тому же осень – сезон масштабной транспортировки урожая. Бутобос Базарбаева, Балат Шерлгасов, Канат Махмутов, Западная, Казахстанская область, Хабар-24.